Добрый вечер! Основные события дня – экспертные оценки в ближайшем часе. Открылась промышленная выставка в Ганновере. Падение роста производства в России, куда идет экономика. Сенаторы предлагают вернуть норму о трех десятых промилле в крови водителей. Закон о средствах массовой информации, новые поправки и новые ограничения. Безработица – это не страшно, считают россияне. Чтобы обсудить все эти темы, у нас есть порядка 50 минут. Начнем по порядку. Россия принимает участие в Ганноверской международной промышленной выставке с 1994 года. В 2005-м наша страна впервые выступила в качестве страны-партнера ярмарки. И именно этот статус у нашей страны и сейчас. Выставка ежегодно предоставляет предпринимателям из различных отраслей промышленности возможности для установления международных контактов, налаживания коопераций и привлечения инвестиций. Ожидания от этой выставки достаточно большие. Впрочем, часть ее участников – это компании, которые уже довольно давно и успешно работают в России. Рассказал в интервью нашей радиостанции Андрес Линишмидт, руководитель компании «Лемаргрупп» из Нижней Саксонии. Экономической интеграцией компании, в первую очередь, это экспорт и инвестиции в Германию на территории России и сопровождение проекта. У нас касается конкретно производственного цикла определенного. То есть, соответственно, внедрение определенных технологий и поддержка тех проектов, которые запланированы на территории Российской Федерации. Если по каким-то причинам запаздывает их реализация или не начато, то есть мы включаемся в разные фазы любого проекта, поддерживаем производственников, в первую очередь, европейских, которым не так просто продвигаться по территории Российской Федерации. Ну и, соответственно, взаимодействуем с российскими компаниями, которые, в свою очередь, растут на базе вот этого взаимодействия. Как пояснил Андрес Линишмидт, немецкий бизнес видит в России очень привлекательную площадку и очень широкое поле для своей деятельности. Я немножко коротко отойду от темы. То есть, производство это не самое, скажем, не основное в этом деле. То есть, в том числе, мы сейчас ориентируемся и на развитие взаимоотношений с вузами, скажем, Российской Федерации. И на их взаимоотношения с производством. Поэтому мы ориентируемся в основном на те части экономики, на те производственные циклы, которые являются перспективными. В частности, в недавнее время достигнуто соглашение с одним из регионов Российской Федерации по взаимодействию о создании инжиниринговой компании. То есть, инжиниринг – это достаточно широкая тема, которая включает в себя очень много компонентов производственного цикла, по подготовке к производственному циклу. Значит, мы развиваем, опять же, все, что связано с новыми видами энергетики. Мы, скажем, вопрос чистой воды, он будет стоять в скором времени. И, соответственно, в этом наши ожидания и, опять же, на российскую сторону. И со стороны Германии есть очень многое, что можно интегрировать в российскую экономику. В том числе, скажем, энергетика, новая энергетика – это применение регенеративных видов энергии, это солнечная энергия, это ветер и так далее. То есть, в этом направлении мы и сейчас двигаемся. При этом, по словам Андреаса Ленишмитта, перспективы у российского рынка огромные. Развитие будет, несомненно, идти в направлении высокотехнологичного производства. Без этого некуда деться. То есть, направление будет именно в развитии мелкого и среднего бизнеса, который поддерживает крупные структуры. И, соответственно, взаимодействие будет обязательно расширяться именно в плане производства продукции. То есть, Россия нуждается в данный момент в определенных циклах производственных, которых еще пока нет, скажем, поддержки крупных компаний, которые уже интегрировались в Россию. Но им не достает, скажем, производство для укомплектации собственной продукции, которая в России. Соответственно, несомненно, будут создаваться в России подобного рода производства. А что будет происходить в Германии – это привлечение, на мой взгляд, то есть российские вузы в состоянии, на мой взгляд, на сегодняшний момент те разработки, которые российские вузы имеют, те разработки, которые умные головы в России делают, значит, интегрировать на территорию Европы, чтобы из этого возник новый продукт и, опять же, возникла производство. Если столь оптимистичные ожидания оправдаются, конечно, будет замечательно. Однако пока российские власти фиксируют спад в темпах роста экономики и, главным образом, в промышленности. Премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что рост производства в России в начале этого года замедлился. На расширенной коллегии Минфина Медведев напомнил, что по итогам первых двух месяцев положительный рост экономики, наблюдавшийся с 2009 года, серьезно замедлился. ВВП по отношению к февралю прошлого года вырос на 0,1%. С чем связано падение промышленного производства? Этот вопрос я адресую экономисту Никите Кричевскому. Никита, добрый вечер. Здравствуйте, господа. Как по-вашему, с чем связано падение промышленного производства в России? То, о чем говорил премьер-министр. Это целый комплекс проблем, начиная с глобальных негативных тенденций, замедление, часто рецессии в различных экономиках этого мира, так и наши внутренние проблемы. А это ухудшение условий кредитования, это проблемы с кадрами, это определенное усиление, фискальные нагрузки на реальный сектор экономики и прочее. Ну, а что скажете, мы на пороге нового кризиса, что ли, находимся? Или все-таки мы из него не выходили, как считают некоторые экономисты? Знаете, если говорить о статистических показателях, то из кризиса мы, безусловно, вышли. Если же говорить о возврате к прежним темпам экономического роста, когда ВВП страны за год увеличивался на 8%, в этот год, но такие периоды в новейшей истории России были, то, конечно, ни о каком выходе из кризиса можно не поговорить. Более того, почему мы должны были выйти из кризиса, когда мировая экономика, по сути, находится все там же, и ситуация с каждым днем все больше ухудшается? Кипр – это наиболее красноречивый пример, который, как я предполагал, некое время назад еще аукнется и не раз. – Никита, скажите, пожалуйста, вот вы ссылаетесь на то, что западные экономики, в общем, не очень хорошо себя чувствуют, а насколько российская экономика завязана на мировую? – К огромному нашему сожалению, завязана и очень серьезно, даже не столько на мировую, сколько на европейскую и китайскую. И речь идет, конечно же, о поставках российских углеводородов. А добыча полезных ископаемых – это простые промышления. И в этой связи давайте расшифровывать уже данные Росстата и те данные, которые привел, к примеру, Медведев. Речь идет прежде всего о замедлении темпов роста и уменьшении финансового прироста сектора добычи полезных ископаемых, в частности, его экспорт. И это предсказуемо, потому что, во-первых, цена на нефть не то чтобы стоит на одном месте, практически с сентября прошлого года нефть колеблется в пределах 117 долларов за баррель, но и это ухудшение, существенное ухудшение условий экспортоперативного газа. Об этом сегодня мало кто говорит. Видимо, есть некая табула, эту тему. Но факт есть факт. И это было очевидно еще в ноябре прошлого года. И здесь нужно говорить о том, что два простейших выхода из этой ситуации, которые, скорее всего, применит власть, это первое ослабление рубля, что мы наблюдаем уже в настоящее время. И более того, нас об этом предупреждали несколько недель назад. Вы не поверите, но нам говорили, что рубль ослаблит приблизительно на 4-5%. А второй фактор, который способен минимизировать бюджетные проблемы и недопустимые средства, это то самое повышение тарифов, прежде всего, на газ и электроэнергию, которая нам еще предстоит. Смотрите, вот мы только что, во-первых, Медведев добавил, что он, конечно, видит перспективы выхода из этой ситуации через инновации и развитие экономики, промышленности. И вот сейчас мы слушали мнение немецкого инвестора, который работает на российском рынке, который сейчас участвует в выставке в Ганновере. И, в общем, все достаточно, во всяком случае, этот немецкий инвестор достаточно оптимистично смотрит в будущее. Ой, слушайте, я вам два комментария по поводу ваших тезисов и успокоимся на этом. Смотрите, разговор об инвесторах, модернизации мы слышали в 2008-м начале 2009-го года, когда цена на нефть просела за 100, то и 36 долларов за баррель. Но как только цена на нефть опять начала ползти вверх, больной, который еще вчера лежал с температуры 40 и обещал как-то заняться с культурой, просить вредные привычки, вести здоровый образ жизни, тут же отложил этот вопрос на неопределенное будущее, что и произошло с российской экономикой. А в отношении оптимиста из Ганновера еще проще. Вы знаете, эти оптимисты в изряднейшем количестве наполняют, например, практически все наши госперпорации, все те институции, где есть, при этом все, бюджетные средства. Они всегда и везде говорят о том, что мы уникальная страна, мы страна нечетных возможностей. Потому что потребительский сектор у нас огромен и безграничен, что без их продукции, ну уж точно, совершенно, нам будет как-то не очень хорошо. Поэтому чем быстрее заплатите денежки за мою продукцию, а она не находит своей реализации на других рынках, тем будет лучше жить россиянам. На самом деле это все банальный развод, говоря простым языком, это все хитренький такой, знаете, хотя на самом деле простенький способ завязать отношения и получить дополнительную копеечку к фенингам или евроцентгам. Спасибо. С нами был экономист Никита Кричевский. Мы говорили о ситуации в российской экономике. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы вернемся через полторы минуты. Группа сенаторов из Совета Федерации выступила с инициативой вернуть 0,3 промилле как некий уровень содержания алкоголя в крови. При котором водителей не стоит штрафовать. В частности, в их инициативе говорится, что такие нормы помогут водителям избежать незаслуженного наказания. Я хотел бы услышать ваше мнение наших слушателей. Телефон в студии 6510996. Пожалуйста, звоните. Вопрос простой. Надо ли возвращать норму от допустимых промилле? Этот же вопрос я сдаю заместителю главного редактора журнала «За рулем» Игорю Маржаретто Игорь Дорборович. Добрый вечер. Как по-вашему, надо возвращать норму или нет? Ну, по-нашему, по-ненашему норму возвращать надо. Потому что, в общем-то, принято во всем мире. Это не мы придумали. И я уже изучал немножко европейский опыт. У всех есть это. Рекомендация такая Международной конвенции Венской по дорожному движению. Это такая рекомендация ВОЗ, Семерная организация здравоохранения. То есть это такая практика мировая, по которой вводится неразрешение. Еще раз говорю, самое главное понять, что неразрешение пить за рулем нигде в правилах ни одной страны мира не написано. Можно выпить стакан. В том-то и проблема, что это не разрешение выпить и сесть за руль. Но наши сограждане, к сожалению, именно так это и трактуют. Стоп, 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 стоп. Что значит наши сограждане? Я всегда говорю, что ребята, большинство людей, которых я знаю, абсолютное большинство, придерживаются точки зрения выпилки за руль и не сядут. Есть, конечно, отдельные индивидуумы. Они есть не только в России, но и в любой стране мира, которые себе позволяют выпить и рулить. Причем, как правило, вот у нас, если человек пьет, то он пьет до упора, потом рулит. Но таких, к счастью, единицы. К сожалению, такие есть у многих странах мира. И по ним мирить всех остальных, считая, что все остальные такая свинья, если бы не запретить грязь мордой соваться, то я для этого туда ссуну. Я несколько другое имел в виду. Что вот, ну, рюмочка-то можно, раз 0,3 есть промилле, ну и хорошо. Нельзя. Это мы с вами знаем, что нельзя. Нельзя, я считаю, это надо объяснять и объяснять люди. У нас, к сожалению, в стране менталитет такой. Вот, ну, нельзя, и все это понимают и все равно делают. Ну, еще раз говорю, что значит все понимают. У нас по статистике число, в которых участвовали в той или инице водители с каким-то содержанием алкоголя, вот за первый квартал, 4 с небольшим процентом. Если не память, не знаю. Да, 4 с 7. Меньше 5 совершенно точно процентов. Значит, смотрите, это число водителей с каким-то содержанием алкоголя, может быть, 0,1-0,2, это не говорится в статистике. Но они не были виновниками аварии, они просто участвовали. То есть виновникам могут быть совершенно трезвы чего-то. О чем ты говоришь? 95 с лишним процентов за руль пьяными не садятся. Даже при наших жестких, при жестких правилах. Ну, и мы, например, прекрасно знаем, да, что нельзя ходить на красный свет. И все равно все ходят на красный свет. Ну, на красный свет, извините, ходят, опять же, во всем мире. Просто где-то больше, где-то меньше. И это вопрос чисто такой. Ну, исторически у нас не было бэкграунда такого, что вот как немцы, начиная там, не знаю, с какого века, им говорили, надо ходить с левой ноги. Надо ходить с левой ноги. И они все знают, что надо ходить с левой ноги. У нас этого, видимо, нет. В истории, ну, будем потихоньку воспитывать. Хотя, обратите внимание, идиотов бегать через Садовое кольцо все меньше и меньше. Никому не хочется сказать про Макашка. Это называется, ебать из Макашки. Ну, и все-таки, вот очень много говорилось о том, что... И почему, собственно, сейчас сенаторы вернулись к этой норме, а 0,3 промилле. Потому что очень много нарушений со стороны ГИБДД, сотрудников ГИБДД. Вот самое главное, почему сенаторы, почему уже 70 депутатов поставили свои подписи под этим обращением. Потому что, ребята, ужесточать наказание, наверное, можно и нужно. Но при нормально работающей системе ГАИ, ну, дорожной полиции, при нормальной системе судопроизводства работающей. Потому что в противном случае выливается все это в ужасную коррупцию, в шантаж и так далее. Потому что я лично на себя опробовал, значит, пару раз меня пытались развести с этими промиллями. Очень красиво. Я понимал, что они профессионалы. И это я там собаку съел на этом. Меня не возьмешь. Каким образом, Игорь? Каким образом? Что вам предлагали? Вы знаете, ну, вот у меня классический случай был. Я о нем где-то уже рассказывал. Когда меня во время командировки в Ставропольском крае остановили ГАИшники. Проверили документы. А что вы здесь делаете? Ну, я понимаю, там Северный Кавказ. Сложно гребаться в командировке. Да, давно едете. Говорю, вот я в командировке уже там по четыре дня. Да, ну, вы, конечно, вчера немножко выпили, чтобы расслабиться. Дорога тяжелая. Нестосложно. Говорю, нет. Не, ну, вы признаетесь. Я понимаю, это вас ничего не обедает, что чуть-чуть выпили. И вот начинается такое. Два человека начинают играть в добром и злого следователях. Пытаясь человека заставить признаться, что ну, да, вчера выпил, чтобы ты его купила. И тут начнется раскрутка на другом уровне. А я просто знаю эти правила игры. Говорю, ребята, если у вас есть какие-то сомнения, давайте я буду дышать. Они говорят, да нет, ну, может, так, подружки. Вот. И мы так полчаса сидели, бодрались. В конце концов мне надоели. Говорю, стоп, ребята, вы давайте так. Мы мне надоели. Мы сейчас едем породоваться. Я вижу у них приборами. Политринику. И куда вы меня повезете? Но если вы меня вот выясняете, что я трезвый, будем разговаривать уже на другом языке. Я, причем, в принципе, не говорил, что я журнал за рулем. Они очень убедились, сказали, умных много развелось. И вот такие разводки, понимаете, человека развести, а потом... Ах, ну, ты понимаешь, брат, ты же вчера выпил немножко. Ну, наверное, прибор найдет одну сотую промилле. И, в общем, жалко тебе, ты же хороший человек, но придется все лишать права. И так далее, и так далее. Это все очень такая красивая выстроенность. Ну, или давать денег, чтобы вы права не забрали. Естественно, естественно. Все это ведется к тому, что вот дай денег. И вот пока у нас такая система существует, вот эти 0,3 или 0,3 промилле, медики ведь говорят, вот такое количество алкоголя, мы говорим не о том, что человек выпил немедленно, а остаточное алкоголе. Вчера выпил, или он там квас пил, или он диабетик. Кстати, все диабетики с повышенным уровнем. Вот такое же небольшое 0,2-0,3 промилле с точки зрения медицины никак не влияет на возможность человека управлять автоматизмом. Вот этот как раз момент мы сейчас и проясним. У нас... Спасибо большое, Игорь. У нас на телефонной связи Алексей Валентинович Надеждин, научный редактор журнала «Наркология» Российской Академии Медицинских Наук. Алексей Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот только что мы говорили с Игорем Маржеретто, заместителем главного редактора журнала «За рулем». Он утверждает, что 0,2-0,3 промилле – это тот уровень содержания алкоголя в крови, при котором никак не влияет на управление автомобилем. Вы знаете, дело ведь эти 0,2-0,3 промилле, и вообще весь разговор о предельно допустимых концентрациях, он ведь начинается не из-за того, что что-то влияет на возможность управления транспортным средством, что-то не влияет. Скорее, более прагматичное рассуждение, что вот этот порог предотвращает ошибку несправедливого наказания водителей. Потому что есть ряд случаев, когда в крови человека могут идентифицироваться такие соединения, как ацетон, такие соединения, как многоатомные спирты, которые бывают при сахарном диабете, при кетоацетатических состояниях. Сами эти спирты, большинством сенсоров, в том числе теми, которые разрешены для определения освидетельствия на алкогольное опьянение в Министерстве здравоохранения, они не определяются. Но они могут способствовать, так сказать, увеличению суммарной спиртовой нагрузки. И человек, который имеет остаточное количество алкоголя, который будет не детектироваться этим сенсором, при наличии у него кетоацетатического состояния, причем в казуистических случаях, и больших количествах ацетона, он может давать реакцию на этот сенсор, он совершенно несправедливо будет признан находящимся в состоянии опьянения. Я думаю, что вот так лучше рассуждать. Да, а все-таки, да, вот 0,3 промилле, это чему соответствует? Сколько вот выпить надо? 0,3 нисколько не надо выпить. Это очень незначительное количество алкоголя. Нисколько. Рассуждение о том, сколько надо выпить, что было или не было 0,3 промилле, очень быстро заводят водителей в тупик. Потому что реально непрофессионал рассчитать эту дозу, и степень ответственности, и степень риска здесь еще высока, понимаете? Я понимаю. Да, когда человек в трезвом состоянии совершает дороже-страстное, поводает дороже-страстное происшествие, когда он попадает пьяный, это качественно различные состояния ответственности. Рассуждать надо по-другому. Рассуждать надо так, что мы введем этот порог, чтобы у нас было практически исключительно несправедливое наказание, когда трезвый водитель становится пьяным, понимаете? Понимаю. Из-за погрешности прибора, из-за неточности диагностики. И тем не менее, мы вот только что с Игорем как раз Маржоретто об этом тоже говорили, наши люди и наши водители все-таки расценивают достаточно часто разрешение, чтобы в крови было 0,3 промилле, как возможность выпить за рулем. А они неправильно расценивают это, потому что элиминация алкоголя, его удаление из организма является крайне индивидуальным. И у каждого человека это происходит с очень... Особенно вот эти временные, временные характеристики между содержанием паров алкоголя в дыхательном воздухе и время, прошедшем с момента последнего употребления алкоголя, они очень различные. И четко рассчитать невозможно. А давать людям какие-то рекомендации, это заинформировать их и подвергать их опасности. Ложным, недостоверным информированием. В норме сколько у человека? Какое содержание алкоголя в крови? Нет эндогенного алкоголя, практически нет. Те аппараты, которые применяются, алкоголь не детектируют. В норме нет. Понятие эндогенного алкоголя, это очень условно, это микроскопические дозы. И о никаких промилле и сотых промилле тречи не идет. А вот те приборы, которые используют сотрудники ГИБДД, они не могут. Я затронул эту тему, когда вам рассказывал про кетоацидатические состояния и определенном соотношении ацетона в крови, который может влиять на сенсор. Вот этот вариант возможен. А чтобы образовался этиловый спирт в крови, ну это практически невозможно. Когда говорят об эндогенном алкоголе, говорят об алкоголе, который в микроскопических количествах содержится в определенных клетках. И не более того. Есть определенные пути метаболизма, когда кетоацидатические, когда кетоновые тела, которые возникают, вот ацетон как вариант кетоновых тел, который возникает у больных диабетом, может метаболизироваться, в процентах 15, в моем случае, с синтезом многоатомных спиртов, там, по-моему, изопропиловый спирт получается. Но это настолько редко. И этот изопропиловый спирт также прямо не влияет на те сенсоры, которые используются в наших приборах. Но он может увеличивать общую спиртовую нагрузку. И тогда мы будем, при незначительном содержании этанола, который содержится в алкогольных напитках, будем иметь ложноположительный результат. Вот на основании этих соцсоображений вводятся эти пороговые концентрации, а не для того, чтобы дать людям немножко выпить. Это все ерунда. Ну, будем надеяться именно на такой исход, потому что все-таки, к сожалению, даже несмотря на различные запреты и ограничения, не очень добросовестные, ответственные люди продолжают выпивать и садиться за руль. Я благодарю за комментарий Алексея Надеждина, научного редактора журнала «Наркология» Российской Академии Медицинских Наук. Напомню, что мы обсуждаем возвращение, возможное возвращение нормы в 0,3 промилле. То есть, если у человека, у водителя в крови будет диагностироваться такой уровень наличия алкоголя, то его не будут обвинять в том, что он выпивал накануне и сел нетрезвым за руль и совершил, не дай бог, какое-то дорожно-транспортное происшествие. На этот законопроект уже дан отзыв правительству России, в котором отмечается, что документ может быть поддержан. Вместе с тем, его рекомендуется синхронизировать с проектным законом, принятым Госдумой в первом чтении и предлагающим повысить штраф за езду в пьяном виде до 200 тысяч рублей, а также ужесточить уголовную ответственность для нетрезвых водителей, которые стали виновниками ДТП. У нас есть слушатель. Игорь, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Слышите меня? Да-да. Добрый день. Меня Игорь зовут. Я хотел по поводу промилле. Такая-то не соображение, как у меня есть. Ну, к примеру, почему запрещено садиться за руль в алкогольном опьянении, да? Потому что теряется бдительность, теряется внимание, концентрация и все остальное. Но если, к примеру, человек отработал 12 часов за компьютером, да, я не знаю, что будет больше терять бдительность или внимание, например, от 0,2 промилле, или от того, что он отработал 12 часов, да и устал. Или, к примеру, кто-то сутки отработал и едет домой на машине. Поэтому все это условно, и как бы, когда он воспринимает 0 промиллей, скорее всего, просто это не учитывается. То есть мы же и для чего принимаем какие-то промилли или 0 ставим? Чтобы повысить безопасность, а, например, если человек устал или сутки отработал, точно так же безопасность его нарушается. Еще неизвестно, от чего хуже. От того, что ты выпил стакан пива, или от того, что ты сутки проработал. Ну, вот такое мнение. Спасибо вам за звонок. Это был Игорь, наш слушатель. Мы сейчас прервемся на полторы минуты. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы и наказание за использование нецензурных слов и выражений в средствах массовой информации. Документ вводит штрафы за изготовление или распространение продукции средств массовой информации, содержащий мат. Провинившимся средствам массовой информации будут облагаться штрафом. Кроме того, предмет административного правонарушения подлежит конфискации. В случае с печатными изданиями речь идет о конфискации тиража. Если нарушителями являются электронные и интернет средства массовой информации, то конфисковывать необходимо носители информации. Мы эту тему уже неоднократно обсуждали в эфире, и тем не менее она вызывает много вопросов и разных мнений. Так, например, секретарь Союза журналистов России Ашот Джозаян комментирует утвержденную инициативу, назвал документ смертной казнью для СМИ. Он считает, что если два раза употребить эти непечатные слова, два раза средству массовой информации будет вынесено предупреждение, и средству массовой информации по формальному признаку можно закрыть. Естественно, я адресую вопрос вам, нашим слушателям. Телефон вы в студии 6510996. Вопрос простой. Поддерживаете ли вы эти ограничения? А я буду на эту тему разговаривать с Николаем Зятьковым, главным редактором газеты «Аргументы и факты». Николай Иванович, здравствуйте. — Добрый вечер. — Как вы полагаете, это наступление на свободу слова, на свободу журналистики или нет? — Ну, вы знаете, если вот так отвечать на поставленный вам вопрос, то, конечно, наступление. Но прежде всего мы, конечно, должны сказать, что все благими намерениями выслана дорога в ад. Поэтому, если смотреть по сути этого закона, то кто же будет возражать против того, что нецензурные выражения, брани и все такое прочее не должны быть в СМИ? Конечно, не должны. Да, и, в общем, здесь такая хитро построенная логическая, так сказать, ловушка для СМИ, для журналистов, что если мы обратимся, скажем, к обществу, к общественному мнению, скажем, вот нас хотят ограничить в чем-то, придраться к чему-то, то люди даже не поймут. Они скажут, ну, не ругайтесь, в конце концов, какие проблемы, да, и никто вас не сможет там закрыть и вынести предупреждение для начала. Поэтому, конечно, ругаться не надо, и мы в своей газете этого не делаем. Но здесь вот начинает, конечно, как всегда, дьявол кроется в деталях, а начинаются всякие детали. Вот мы, в частности, в газете, которая выйдет в среду, публикуем ответ одного из инициаторов Железняка этого закона с просьбой прокомментировать, а есть ли перечень вот этих вот матерных выражений, которые, собственно, будут являться основанием для репрессий в отношении СМИ. Ну, он сказал, что нет, конечно, такого перечня нет, а еще бы он был, потому что... Ему же надо в официальной прессе публиковать тогда. Ну, нет, ну, существует уже, они, продажи есть, по словаре там выражений матерных и так далее. Пусть они будут даже не в открытой прессе, пусть они будут для служебного пользования, там, скажем, у судей, у специалистов, но чтобы мы могли с ними познакомиться и знать, вот это нельзя. Ну, а потому что есть там несколько, там, как говорят эксперты, там три выражения, вокруг которого все вертится. Я их не могу сейчас произносить в эфире, хотя и наступает через 10 дней, да, вступит в закон силу. Вот, остальное все производное. Так вот, это производное, это будет уже, так сказать, оцениваться по мнению судей, которые могут привлекать экспертов. А как эксперт повернет это все дело, и как он будет замотивирован, и как он настроен к тому или иному СМИ. Вот сейчас кого-то там, скажем, кошмарит, там, Дума с кем-то поругалась, или правительство, или кого-то мы жестко покритиковали. Он, может быть, будет, что там 10 лет назад тот же эксперт там не очень хорошо там разошелся там с АИФом. Ага, скажет он, ну вот теперь уж я точно припаяю. Ну, там масса же ведь, а вообще эта сфера очень тонкая, зависит от эмоционального выражения, от того, в каком порядке выставлены эти слова. Это понятно. Николай Иванович, а зачем понадобился вообще отдельный закон о поправке? Ну, есть, да, забелка хулиганства, если будете в общественном месте ругаться. Почему надо было вот именно так поворачивать историю? Ну, наверное, начнем с того, что этот закон вообще не действует. Я имею в виду, а в нарушении общественного порядка там путем нецензурного выражения в общественных местах. Конечно, СМИ это тоже общественное место, эфир, газета и так далее. Думаю, что, может быть, и в массовом порядке не будет действовать и этот закон. Но должна же быть там где-то там в кобуре должен какой-то там маузер лежать или еще что-то. Ну, просто так на всякий случай. Вот как придраться к изданию, которое там не нарушает закон ни об экстремизме. У нас ведь сейчас столько законов принято в отношении СМИ, что мы просто уже справочник надо выступать. По борьбе с терроризмом, по, скажем, оскорблению там каких-то социальных групп, населения. Кстати говоря, там вот недавно в СМИ прозвучало, там, скажем, вот то, что в Ульяновской области запретили там диктант Дины Рубиной. Вот вполне можно было сказать, по тех, что она не коренной национальности в стране, уже могли бы, если бы это сделал журналист, а не губернатор, нам могли бы впаять вот потом разжигание межнациональной розни сюда тоже идет. Понятно. И так далее, и так далее. Николай Иванович, я хотел бы вас попросить... Это еще... Да, я хотел бы просто попросить вас подождать в эфире. У нас есть звонок от слушателя. Гаек, вы в эфире, пожалуйста. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Я хотел сказать одну вещь. Мне кажется, что Россия – это одна из тех стран, в которых есть единственная проблема, с которой надо бороться. И это сквернословие. Наверное, больше других проблем нет. И поэтому они поняли этот вопрос так высоко. Вот. А если серьезно, мне кажется, что... Это связано к тому, что есть какое-то оптимальное использование ресурсов. Допустим, ресурсов Думы, законодательной власти. А если этот ресурс используют эффективно, то тогда, ну, не делать то, что нужно делать, то тогда и некому придраться к тому, чем ты занимаешься. Они опять сказали это. Они начали продвигать какой-то закон, который не приведет, и которым никто, собственно, заниматься не будет. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Николай Иванович, да. Можно, да, с этим согласиться. Вот, кстати, когда слушал вопрос, я еще, так сказать, для себя понял, для чего это делается. Ну, ведь по большому счету ни вы в своем эфире, ни мы в газете этим не грешили, наверное, грешить не будем. Значит, чаще всего с этим сталкиваются в интернете. Интернет – это такая вещь, с которой не знаешь, что делать, да, то есть пытаются как-то ограничить, запретить, очень сложно технически. И вот как раз этот закон поможет бороться, ну, потому что интернет без марта вообще сложно представить, да, к сожалению, сейчас. Поэтому это еще одна дополнительная зацепка именно для сетей, для того, чтобы, если там человек, скажем, или на каком-то ресурсе, и там, предположим, ну, вот нам люди выкладывают какие-то свои мнения, а мы не успели зачистить. Там есть, правда… А если вы, извините, а вот если вы опубликуете фотографию забора, на котором известное слово написано, тогда как? Я думаю, что обязательно это будет нарушение закона, потому что мы же опубликовали. И если тогда даже человек какой-то, скажем, не наш журналист, а мы даем трибуну, и какой-то человек там выругается, ну, может быть, это он выскажет свой гнев по отношению там к чиновникам, к еще кому-то, все равно отвечать будем мы. И привлекут не его, мало ли, там он где сказал, а раз мы опубликовали, значит, это все идет к нам. Вот в чем заковыка. Спасибо. С нами был Николай Зятьков, главный редактор газеты «Аргументы и факты». У нас есть звонок. Григорий, вы в эфире. Пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот есть еще такая идея, что есть частичное перекладывание ответственности на СМИ, самих генераторов контента, потому что за собственной речью не всегда слезят даже представители власти. Вот и все. Спасибо. Ваше мнение понятно. К нам присоединяется кандидат филологических наук, член редакционного совета портала «Грамоты.ру» Юлия Сафонова. Юль, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Вот обсуждаем, как чего будет с запретом на нецензурную, а ненормативную лексику в средствах массовой информации. Ну вот два вопроса, собственно, филологически, что есть ненормативная лексика, потому что матом можно выразить даже положительную оценку. И второй вопрос, который я решаю для себя положительно, мне кажется, СМИ так должны решать. Все-таки недержание речи надо контролировать. Даже если это недержание речи, вот как сказал редактор аргументов и фактов, просказнуло у кого-то из корреспондентов или оппонентов или того, у кого брали интервью или спрашивали о чем-то, вот как у меня. Ну, извините за выражение, надо фильтровать базар. Во-первых, почему я считаю, что не нужны эти слова в средствах массовой информации. Они и так всем понятны. Есть куча способов выразить негативную оценку, как и позитивную, другими способами. Ресурсы русского языка это позволяют. Другое дело, вот формулировка ненормативная мне непонятно. Ну, скажем, удаление обеспечения, это тоже ненормативно. Ну, то есть нам надо будет запастись большим словарем. Ну, я бы вам сказала, что у нас таких немного, этих слов, от которых производных, правда, очень много, что большой словарь не нужен. Есть известный словарь, автор его Василий Буй, это псевдоним известных ученых, очень хороших ученых. Не называю их имен, потому что не знаю, как они к этому отнесутся. Вот так и называется заветная идиоматика. И именно в этом словаре есть список всех слов и их производных, которые, видимо, и не следует употреблять в СМИ. Я полагаю, что это надо запрещать, но мне кажется, закон несколько запоздал. Болезнь ненормативной речи, а точнее мата, эта болезнь была характерна для наших средств массовой информации в середине 90-х годов, когда все можно было. А сейчас, честно говоря, я такого не наблюдаю. По большому счету, серьезные средства массовой информации вообще этим не грешат. Конечно. Сейчас просто не встретишь. В лучшем случае употреблятся слово на букву Ж и Г, но так это не ненормативная лексика, а все-таки сниженная. Это граница языка. Вот после Г и Ж начинается то, что называется матом. Уже ниже клинтуса, как говорят в русском уме. Поэтому я не знаю, что хотят. К сожалению, мы должны думать о том и предполагать, что под ненормативную лексику может попасть все, что угодно. И выражение, например, если человек, возмущенный бездействием властей, говорит, эти мрази, эти твари, хотя это нормативно, это допустимое выражение негативных эмоций, да, вот что попадет под это и как к этому будет относиться, это, конечно, вопрос интересный. А вот дальше будут экспертизы и суды, я так предполагаю. Ну, экспертизы, не волнуйтесь. Вот я эксперт со стажем, там, с 91-го года и занимаюсь экспертной деятельностью очень активно. Эксперты умные у нас, ну, так себя похвалю. Все-таки мы различаем, как можно выразить эмоцию и как ее нельзя выражать. И потом в Уголовном кодексе, в административном теперь есть уже статьи, которые предусматривают, скажем, оскорбление в неприличной форме. Поэтому ничего нового в этом нет. И, честно говоря, я не знаю, о чем хотели нам сказать вот этим запретом, что нельзя критиковать, но критика – это не нормативная речь. И даже если я в порыве, еще раз говорю, гнева, вот тут перед моим окном стоит машина полгода. И я уже куда только не звонила и говорила, почему машину не убирают, она поломана, явно она была в аварии, она мешает людям, да? Ну, как я могу сказать? Негодяи, эти люди плохо себя ведут, выражаться, как гуглевская героиня, стакан плохо пахнет, плохо себя ведет. Ну, вот о чем здесь, что хотели сказать и зачем это? Что за законотворческая деятельность, как будто у нас нет чего-то важнее. Вот это меня, если не пугает, пугать, пожалуй, меня запугать трудно, то как-то это встораживает, знаете, какая-то мертвая буква какая-то в этой ненормативной лечке есть. Спасибо, с нами была Юлия Сафонова, кандидат филологических наук, член редакционного совета портала грамоты.ру. Мы говорили о том, что президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы и наказание за использование цензурных слов и выражения в средствах массовой информации. Мы ненадолго прервемся, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Россияне стали меньше бояться безработицы, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. Среди респондентов 29% допускают возможность увольнения в ближайшие 2-3 месяца. Но большинство опрошенных уверены в том, что легко или с небольшими усилиями они смогут найти новое место работы. Таких оказалось чуть более половины. Больше, чем в январе стало тех, у кого нет знакомых, потерявших работу за прошлые несколько месяцев. Тем не менее, наверняка у вас такие знакомые и есть. И вопрос к слушателям, к вам. Боитесь ли вы потерять работу? Звоните, пожалуйста, по телефону 6510996, код Москвы495. С удовольствием узнаем ваше мнение. По словам социологов, страх безработицы непрерывно снижается с 2010 года. И это коррелирует со статистикой рынка труда. При этом фундаментальная причина страха в другом считают социологи, а именно в том, что в Советском Союзе существовал чуть ли не пожизненный контракт на работу, если хотите, найм. А с другой стороны, сейчас нет таких гарантий, и люди стали больше рассчитывать на себя, на свои силы, и привыкают к тому, что, как говорилось, нет уверенности в завтрашнем дне. О том, каков сейчас рынок труда, мы поговорим с Алексеем Захаровым, руководителем портала суперджоп.ру. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Как вы полагаете, почему потеря работы не так страшит россиян? Вот мы, данные социологического опроса, почти треть опрошенных говорят, ну, потеряю работу, найду новую. Много предложений, много вакансий? Прикладений много, да, если посмотреть на суперджоп, то сейчас больше 200 тысяч объявлений ежесекундно присутствует. Это более миллиона рабочих мест, на которые требуются специалисты. И чем выше уровень специалиста, тем меньше он боится потерять работу. А какие специальности сейчас наиболее востребованы на рынке труда? Вы знаете, вот, исходя из цифры 200 тысяч объявлений, востребованы абсолютно все специальности, от уборщицы до председателя правления банка. И здесь основная проблема в том, что работодатели хотят специалистов с квалификацией повыше, а рынок никаких специалистов, в общем, не предоставляет. Поэтому на сегодняшний день, если человек действительно специалист, с уровнем квалификации выше средней, то у него нет проблем с трудоустройством или со сменой работы с повышением зарплаты. Ага. А вот... Но опять же, да, если мы говорим о крупных городах, там, Москве, Санкт-Петербурге, городах, миллиониках. А если мы возьмем города небольшие с населением, меньше 100 тысяч жителей, то там, в общем, ситуация другая. И если люди работу теряют, то уже эквивалентные могут не найти. Вот некоторое время назад были данные, что очень востребованы рабочие специальности, и специалистов нет или очень мало. Сейчас ситуация изменилась? Нет, ситуация не изменилась. Квалифицированные рабочие востребованы, экономика худо-бедно развивается, но поскольку долгое время специалисты не готовились, система профессионального образования почти разрушена, то здесь очень большой дефицит, и начинающий токарь получает сейчас больше, чем начинающий юрист. Ну, отрадно. А скажите, как долго средний соискатель ищет работу? Вот многие уверены, что найдут ее буквально 2-3 месяца. Ну, если мы возьмем Москву, то квалифицированный специалист ищет работу в неделю максимум, он выбирает. Если мы говорим о том, что он просто потерял работу и хочет устроиться на работу с подобной же зарплатой. Если он хочет повысить свою зарплату на 10%, ну, он будет искать недели-две. Если на 30%, то это может занять и месяц, и два, и три. Человек будет долго выбирать. Спасибо. С нами был Алексей Захаров, руководитель портала superjob.ru. А к нам присоединяется Валерий Валерьевич Федоров, директор социологической компании в ЦИОМ, собственно, автор исследования. Валерий Валерьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Вот ваше исследование. Россияне не боятся потерять работу, не боятся безработицы. Вы говорите о том, что фактически патерналистские настроения в обществе снизились. Нет. Я говорю совершенно о другом. Во-первых, россияне боятся потерять работу. Во-вторых, они боятся потерять работу сегодня существенно меньше, чем, скажем, год назад, более три в разгар мирового экономического кризиса. И в-третьих, то, что они не очень сегодня боятся потерять работу, не значит, что они удовлетворены своей работой. Не значит, что они считают, что им платят достойно, то, значит, эта работа полностью соответствует их возможностям и спросам. Ага. Тогда поподробнее, потому что, видимо, у меня только часть исследования, особенно в той части про то, что россияне боятся потерять работу. Ну, конечно, боятся. Любой потерять боится работу. Особенно с учетом того, что у значительной части тех, кто работает сейчас, в памяти, как минимум, две волны массовых увольнений. Первая – это начало 90-х годов, крах экономики советского типа и структурная перестройка. И вторая волна – это, к счастью, менее продолжительная – это осень 2008-го, весна 2009-го года. Вот так как все это испытали мы на своих плечах, то мы не можем не бояться потерять работу. Другое дело, что когда мы задаем очень конкретный вопрос, как вы оцениваете вероятность того, что в ближайшие три месяца вы, кажется, потеряете работу, то здесь прогноз достаточно спокойный. То есть, кто отвечает «да», действительно такая вероятность есть, достаточно мало. И это говорит о том, что, несмотря на довольно проблематичную статистику экономическую, вы, наверное, знаете, что сейчас идет дискуссия среди экономистов, то есть у нас уже нулевой рост или даже уже падение началось, да, это вот данные начала года по объему производства России. Но на рынке труда это пока не сказывается. То есть замедление темпа роста экономики пока не пришло, не привело к сокращению занятости и к тревожным, или тем более паническим настроениям среди работающих с людьми. — Ну, собственно, безработица — это ведь не отсутствие работы как таковой, а отсутствие именно искомой работы. Или на каком-то уровне зарплаты. Работа-то есть. Вот мы сейчас только что говорили с Алексеем Захаровым, руководителем портала superjob.ru, 200 тысяч вакансий ежесекундные на сайте. Вот, то есть и выбор у людей есть. Как раз вы вот сейчас говорили о 2008-м, когда была волна увольнений, и многие вкладывали деньги в себя, переучивались, получали новые специальности, искали себя в новых областях. — Ну, да. Но сейчас такой острой необходимости нет, потому что у нас по данным Росстата сейчас экономизанятость выше, чем даже до кризиса, да, то есть вообще исторический такой рекорд достигнут у нас в последнее время. И, значит, поэтому потребность переучиваний, да, в том, чтобы как-то приобретать новые навыки, компетенции, ну, она понижена. Вот. В принципе, это, конечно, не так уж и хорошо. Вот. Это замедляет темпы обновления, модернизации экономики. Об этом тоже нужно понимать. — Но все-таки страх безработицы снижается. — Да, сегодня он ниже. Вот. Хотя тут тоже важный момент, что это же отношения людей, да, аттитюды, это их ощущения. Они совершенно не обязаны быть объективными. Это сугубо субъективные, значит, данные. И, более того, они могут существенно запаздывать. Вот в качестве примера мы вспомним последний кризис 2008-2009 годов. Он разгорелся в августе, дай бог памяти, 2008 года. — Да. — Но у нас вплоть до октября 2008, да, то есть еще три месяца, вот, все показатели социального самочувствия, в том числе вот и связанные с занятостью, с безработицей, они находились в отличном состоянии. То есть народ еще ничего не почувствовал. Вот. Экономисты уже понимали, что все, пришла беда, отворяй ворота. Но, значит, люди пребывали в счастливом неведении. А потом, начиная примерно с октября-ноября, жестокая реальность, она стала очевидной для... — Ну, как волна дошла до России, так и у нас пошло все. — Да, и вот пошли массовые увольнения. Сначала в отраслях, связанных с фондовым рынком, с финансами, с банковской системой, а потом там дальше и дальше. Вот. Постепенно докатилась. И такая же ситуация, она, возможно, и в будущем, да? Потому что если стагнация перейдет в кризис, а такой вариант нельзя исключать, люди узнают, скорее всего, об этом последними. Вот. И тогда мы будем наблюдать очень быстро такой спичкообразный переход от энтузиазма к унынию. Вот. Даже к панике. Вот. Об этом тоже не нужно забывать, разглядывая и анализируя наши сегодняшние данные. — И тем не менее, среди главных тем для обсуждения среди россиян, в общем, безработица не самая первая, насколько я понимаю. Да, это еще один признак того, что занятость сегодня высока и, значит, на улицу никого не выбрасывают, а даже если кого-то не выбрасывают, то он без труда, вот как предыдущий ваш собеседник говорил, можно довольно быстро найти альтернативное рабочее место, правда, не с особо более выгодным финансовым предложением. То, что сегодня безработица опустилась в проблемном рейтинге, значит, на несколько позиций по сравнению, скажем, с 2009-2010 годами, уступив место таким проблемам, как низкие доходы населения, коррупция, бюрократизм, наркомания, алкоголизм, ну это, конечно, говорит о том, что вот как минимум с точки зрения занятости наша экономика сегодня находится в неплохой форме. Валерий Иванович, и все-таки отсутствие гарантий, да, вот люди к этому привыкли? Гарантий со стороны государства? Ну, люди у нас разные. Люди, выросшие, социализировавшиеся в советское время, ну, конечно, для них это навсегда будет травмой, потому что они пришли во взрослую жизнь и научились играть по советским правилам, а там, как вы помните, безработица, значит, была объявлена побежденной и, в общем, чуждым для социалистического строя явлением. Вот. Поэтому была гарантирована стопроцентная занятость, даже если не хочешь работать, вот все равно должен делать вид, что... Ну, вообще, да, за тунеядство статья была. А, да, статья, конечно. Уголовная. Можно говорить о пока еще не доминирующей, но все-таки уже значительной части наших социалистиков, кто социализировался в постсоветское время, те, кто вступил во взрослую жизнь в 90-х годах и в нулевых, все-таки уже четверть века прошла, вот, для них, конечно, представление о гарантиях советского типа, ну, более такое уже носит виртуальный характер, вот, они могут поддать, вот, неплохо было бы, вот, но для них это гораздо уже менее важно, и они в нынешнем нашем, пусть и не очень развитом, но рынке, они чувствуют себя вполне как рыба в воде. Вот. Это вот главное различие поколенческое. Вот. Есть, конечно, еще различия пространственного типа. Все-таки в тех городах, ну, прежде всего, миллионниках или, как минимум, полумиллионниках. Валерий Иванович, извините, что я перебиваю, у нас мало времени, а скажите, осталось до конца эфира, кто больше боится потерять работу, мужчины или женщины? Больше женщины, конечно, боятся, потому что они более стабильны, и они больше чувствуют ответственность за свою семью, больше держатся за рабочее место и работают, как правило, аккуратнее и усерднее. А мужчины, они несколько менее безответственны, ну, и более готовы рисковать. Поэтому чуть меньше они боятся потерять работу. Спасибо вам. С нами был Валерий Федоров, директор социологической компании в ЦИОМ. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, россияне стали меньше бояться безработицы. Среди респондентов 30% допускают возможность увольнения в ближайшее время. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго. Не болейте.